здравствуйте дорогие друзья меня зовут кирилл шарков в эфире медиа журнал психотерапия в россии сегодня в наших гостях психолог консультант основатель канала невроза мегаполиса алексей юрий красиков алексей приветствую вас привет добрый день спасибо что пришли согласились ответить на вопросы поучаствовать в интервью алексей первый вопрос как раз касается вашей деятельности такой публичной я поскольку тоже занимаюсь своим каналом продвижением слежу за траектории коллег которые развиваются в этой сфере мы в частности за вашей наблюдаю за там за ростом канала последнее время к существенный рост такой наблюдается с чем вы связываете свою популярность популярность канала может быть тема как-то так у людей играет тут надо окунуться в историю вопрос вообще как канал возник и тогда многим станет понятно откуда вообще-то феномен явился ютюбе я думаю что тут несколько факторов первый фактор это то что он был первым россии в 2011 году в ютюбе ютюб только-только приходил в россию и в информационном поле были только книжки андрей вадимович курпатова самые самые первые и когда я столкнулся 2006 году со своими паническими атаками невротическим состоянием не было ничего в медийном пространстве практически приходилось это добывать как ископаемое и когда я сделал свой канал в одиннадцатом году он был один из самых первых вообще кто профильно освещал тему панических атак и способов как можно это все купировать нейтрализовать вообще в целом неврозы поэтому вот это внимание первое это наверное один из главных факторов второй фактор и на мой взгляд это то что получается донести сложную порой физиологическую концепцию простым человеческим языком то есть такому таким популярным может быть даже таким между собой таким диалогом с обычным человеком который еще и перепуган без каких-то вот терминологии формальности там научности я больше именно таким простым человеческим языком на простых очень примерах и канал очень любят за такие простые человеческие сравнения что вы упомянули что сами страдали на каком-то этапе паническим расстройством паническими атаками последовательность вашего развития была такая что сначала было явилось вот расстройство потом вы стали этим заниматься и стали психологом консультантом да так и получилось я занимался ресторанами это был 2006 год и я на работе первый раз столкнулся с паникой я ничего об этом не знал это была классическая паническая так я побежал за кровололом я был уверен что у меня проблемы с сердцем хотя всю жизнь занимался спортом я потерпел пару-тройку месяцев но все это не проходило только усиливалось я ничего об этом не знал у меня не было никакого никакой информации об этом я поехал в кардиологический центр чазовский москве возле бакулеевского кардиоцентра прошел кардиологическое обследование и мне очень повезло с кардиологом то есть она не стала мне говорить странные вещи у вас в сде у вас что-то там странное там она мне сказала очень грамотно короткую фразу ты слишком нервничаешь на работе тебе надо поменять к этому отношения и вот так я стал изучать тему психологии тему эмоции тему что же самое происходит наткнулся опять же на книжке андреа вадимовича первый раз стал изучать какие-то работы клиники неврозов имени бехтерева до института вот отделение неврозов именно тогда еще карвасарского его коллег так стал потихонечку понимать о чем идет речь сам без сторонней консультации справился и с паниками и с общей тревожностью и начал писать блог тогда еще в одноклассниках через два года устал писать и хотел закончить вообще эту историю потому что я у меня было высшее экономическое образование я работал уже менеджером в сфере зообизнеса я заканчивал хотел закончить эту историю и я хотел поставить финал видеороликом где я сказал бы всем еще раз что такое панические атаки какие упражнения надо делать поведенческие как надо справляться с этим страхом с этой паникой и закончить эту тему вообще я начал заканчивая я снял один видеоролик и не знал куда его разместить вы я не знаю как это как файл прикрепить до в социальную сеть и мне один подписчик сказал есть такой сайт youtube туда можно загрузить файл и оттуда взять ссылку и у меня даже первое видео они назывались часть 1 часть 2 часть 3 то что я не думал что это отдельный отдельная платформа я загрузил пару файлов что такое паническая атака что такое вегеция с участием и улетел отдыхать в турцию я думаю что на этом закончится вообще моя тема с паниками с психологией вообще то что я не учился тогда на эту на психолога я не планировал работать я вообще от этого был далек я был просто парнем алешей у которого были панические атаки который сам справился и который просто делится информация абсолютно безвозмездно от себя и людям нравилось мне устал от этого сказал что хватит и я прилетаю из турции у меня 300 неотвечных сообщений в одноклассниках как вас найти как вас найти а можно еще а вот и мне помогло спасибо я долго мучилась и для меня это было такое откровение игры хорошо давайте еще сниму ролик уточню я начал уточнять уточнять и вот до сих пор точнее точнее до сих пор точнее так оно естественно и пошло потом меня стали троллить в интернете потому что только лениво не поплясал у меня на голове по поводу моего внешнего вида по поводу лампы фиолетовый который стоял на заднем фоне мне надо с этими шторами по поводу странности моего там поведения и по поводу того как я выгляжу в целом и красоты так естественно да для интернет среды это абсолютно естественно я был не готов мне было 23 года наверное где-то 24 я был абсолютно не готов я был уверен что сейчас интернет собственно примет меня примет меня с распростертыми объятиями я тут спасаю значит судьбы людей а у меня тут на голове танцует и один из аргументов который был в принципе обоснованным это то что мне нет профильного образования а я тут говорю про панические атаки я как бы по форме говорил правильно точнее по содержанию но по форме я как бы был не из этой истории де юра вот и так критика троллей в интернете спровоцировала мой приход московский институт психоанализа да да и так я начал учиться московском институте психоанализа закончил потом там проходил переподготовки потом пошел в ассоциацию когнитно-панической терапии дмитриевич ков пока там проходил уже профильные какие-то международные российские переподготовки так я пришел де юра уже в эту профессию но тролли не успокоились они сказали что я все купил и так далее это это никогда не закончится не успокоиться им это не надо алексей а вот правильно я понял что когда у вас страдали этим расстройством состоянием вы не обращались собственно психолога вы справились самостоятельно за счет знаете кирилл трених ресурсов да я у меня родители педагоги спортсмена и я вырос в семье профессиональных педагогов мама спринтер папа главный тренер команда по американскому футболу для меня слово страдать оно такое немного неподходящее моей семье и моему воспитанию я не страдал я испытывал некую проблему который должен был решить никто об этом не знал не мои родители не мои близкие знал только я и я внутри себя искал ответа и я вышел на собственном ресурсе потому что я но по складу умышления такой очень аналитический собиратель и я очень быстро обрабатываю большой поток информации и я просто уперся вот в эту тему и и настолько в голове систематизировал что мне этого хватило на собственном ресурсе я начал заниматься собственной терапией только тогда когда я уже пошел учиться в институт я подошел к заведующему кафедры психоанализа я сказал я как положенный студент должен пройти личный психоанализ три года я готов так оно и пошло уже дальше то есть терапия началась уже вне симптома то есть я когда начал заниматься своей терапии тоже был за я был заказ такой внесимптомный больше профильной терапии по работе вы искали вот про эти триста сообщение которого обнаружили вот тоже достаточно это большое большое количество такая реакция в чем тут собственно феномен люди как-то узнали себя в этом обнаружили ну то есть какой-то вот человек с экрана говорит про то что и у меня есть сейчас я узнаю себя вы совершенно правы я был уверен что я такой один я когда помирал вот тут недалеко возле сретенского монастыря как раз тут ресторан был я прям сижу на лавочке от панической атаки помираю смотрю на церковь и гонос судьба и я думаю что я один такой что у меня одного какие-то странные приступы что все жизнь закончена и когда я стал писать про эти физиологические состояния как и регулируется вегетативная нервная система оказалось что огромное количество людей в россии такая проблема о которой они молчали потому что некуда было пойти и я оказался знаете таким островком надежды о том что этот парень говорит о том о чем я пыталась найти ответы уже много-много лет так и получилось то есть это это просто такой вакуум внимание было очень большое при этом что мы до сих пор ни рубля в рекламу не вкладываем на вашем канале такая одна из ведущих по сути вариантов видео это формат когда вы консультируете формате такого вебинара это вы не видите человека да и он пишет вам и вы отвечаете на его вопросы не совсем он это действительно вы упомянули очень важный и полезный формат который недавно открыл он называется разбор кейсов это когда мне человек на вебинаре где я ли не вижу этих людей он мне пишет свою заявку мы выбираем с группой участников тему я прошу позвонить мне в прямом эфире в скайпе я его не вижу но я его слышу и никто его не видит и я есть года и я импровизации импровизационно в прямом эфире при всех разбираю этот случай этот формат оказался очень очень интересным востребованным и профессиональным огромное количество коллег они мне писали что ты не боишься как бы так вот публично вдруг не получится вдруг ты ошибешься вдруг тебя будут критиковать а вот не боюсь и этот формат разбор кейсов он стал очень 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 важным двигателем канала потому что ты показываешь не инфопродукт ты показываешь не продажу информация в sd о панических атаках которые сейчас огромное количество бесплатном ресурсе ты не продаешь просто информацию ты показываешь свою профессиональную компетентность потому что сейчас ну согласитесь посмотрев мой канал и еще там пару-тройку каналов про в sd панические атаки но только лениво не расскажет это о том что это такое если он просто поймет это то есть в принципе рассказать о панических атаках они в розах а в sd вот так просто популярно может каждый человек а вот разобрать кейс не видя человека так чтобы рыдали потом все вот мне последний кейс самооценка на канале мы рыдали все от политика об 1 до самых не пуль непробиваемых женщин хотя разбирал я мужчину это очень это очень полезный очень я считаю важный формат в этой профессии ну и человек послышит при этом он испытывает эмоции такой онлайн консультации это разбор кейса это мой консультация она она анонимная и выкладывается на youtube с разрешения самого человека вы не знаете этого я иду и спору многих кого-то кто потом они иногда доходили до персоналок игре ты был я но когда я веду программу точка роста она так называется где карас кейса мы разбираем я не знаю кто это а насколько вот такой формат понятно что там с точки зрения опять там развитие канала это хорошая история популярная а вот эффективность такой работа для человека вот он посетил такую консультацию обнажил себя хоть так и не показываю вот удается как-то проследить насколько это было полезно именно такой формат вы совершенно правы единственное что этот формат он не для канала был создан это программа о которой мы говорим она называется точка роста она идет независимо от канала то что мы выложили пару фрагментов именно разборов кейсов на канал это исключительно история поддержания жизни канала потому что я снимаю не так много контента сейчас и в основном раньше снимал очень много сейчас очень мало что я уже мне кажется на многие вопросы ответил единственное при открою небольшую завесу тайну сейчас канал будет менять профиль если хотите может быть расскажу чуть об этом вот и мы просто выкладывали на канал ну хотя бы что-то интересное полезное то есть это не для канала это работа сделана для группа людей их примерно человек 300-400 которые пришли на программу точка роста и вся программа состоит из 30 кейсов 30 анонимных кейсов весь вся программа это очень терапевтично потому что даже люди которые не участвуют в самом разборе слыша разбор других случаев очень много откликается внутри очень много и мне писали достоверно большое количество людей что вы знаете я была на точке роста я послушала кейсу там алена сергея и я для себя нашла те ответы которые я не могла найти или то есть мы поднимаем процессы внутренние те люди которые разбираются тоже получают определенный процесс определенный толчок либо к дальнейшей терапии и не понимают либо не получают ответы на свои вопросы либо не получать корректировку под действующей терапии например если чек ведет когнитивно-поведенческую терапию таблицы он у него есть ошибки в диспуте том же самом можем разобрать эти ошибки или чек ходил на свою терапию закончил у него осталось что-то недосказанное я могу подсказать то там очень много разных вариантов но это это очень полезно если бы это было не полезно неэффективно я бы этим не занимался сказали о смене направления развития канала на канал невроза мегаполиса как раз да да мы зарегистрировали торговую марку невроза мегаполиса теперь по всей территории страны по многим классовым кту она является брендом хотя история этого бренда она очень забавная она родилась в кабинете психиатра куда канал канал сейчас он невроза мегаполиса сохранится как в канал для людей которые ищут информацию по неврозам это паники укр невроза и технологии в целом канал будет собран из группы каналов основная я сейчас просто буду переходить в образовательную часть мы открываем школу который будет называться школа эмоционального интеллекта и мы будем заниматься дополнительным лицензированным профессиональным дополнительным образованием врачей и психологов потому что то что происходит у нас в системе образования эти трансформации мы как раз будем заниматься этими трансформациями просто когда ко мне приходит в опускники мгу с красным дипломом играть научительно сработать с паническими атаками когда ты приезжаешь на лекцию в первый мед на кафедру здравоохранения и рассказываешь про панические атаки право с д ты понимаешь насколько наша система требует современной модернизации именно современной ну и адаптации под реалии конечно и мы будем сейчас мы лицензируемся и мы будем заниматься на дополнительным образованием где студенты и выпускники и уже по специалисты смогут проходить точечную подготовку не общую от точечную где будут работать специалисты именно современные включая как методологию именно точечную прикладную потому что те же выпускники мгу не могут ответить приходит человек с красным дипломом углу он это знаете ко мне пришла вчера клиентка с паническими атаками она жалуется на какие-то экстра и экстрасис систола что-то такое они не знают этого хотя это в принципе повседневная жалоба клиента с паническими атаками сектор сестолей которые не пугаются и мы будем дополнять именно медицинскими навыками мы будем нанимать профессиональных врачей по разным областям медицины которые психологом и психотерапевтом точечно прям по зонам будет рассказывать что происходит с людьми в невротических расстройствах я буду делиться своим опытом как раз по поводу разборов кейсов что мы тут посчитали у меня больше десяти тысяч часов частной практики и есть уже чем поделиться и самое главное помимо вот моих моей компетентности моих коллег мы будем еще заниматься современной адаптации навыков демонстрирования себя на рынке услуг бывает так что приходят ребята достаточно талантливые горящие профессии но они не могут показать себя на рынке и в то же время приходит что за что за ребята такая вопрос некие выпускники психологи психотерапевты клинические психологи они хотят работать с клиентами но они не знают как себя противоваться все приставкой пси да да они не знают как себя продемонстрировать то есть даже будучи талантливыми по сути даже самородками они очень часто не знают как показать себя и я буду их учить как показать свои сильные стороны аудитории аудитории уже сама будет принимать решение. Слово «реклама» не люблю, потому что оно мне ассоциируется немножечко, знаете, как реклама — это «скажи и сделай, как хочет услышать потребитель». А я буду заниматься навыками демонстрации своих сильных сторон. Ну, то есть, как это вы делаете. Да, да, да. В этом, может быть, есть немножечко тот самый феномен, потому что реклама — это когда ты говоришь «я избавлю вас от панических атак, и вы будете прекрасны». Но по факту это неправда. А демонстрация сильных сторон, когда ты берешь, просто кейсы разбираешь, и коллеги, и сообщество, и все остальные видят, насколько в чем-то компетент. И я только дополню, куда еще канал пойдет. Он пойдет в сферу образования для психологов. Это будет бесплатный контент для начинающих психологов. И большая часть канала будет заниматься эмоциональным интеллектом. Это то, чем я горю последний год. Это то, что сейчас во всем мире тренд номер один, и он сейчас дойдет до России, и я как опять, как это было в одиннадцатом году, наверное, понесу дальше эту историю в массы. Потому что мир поменялся. Все изменилось. Стабильности больше не будет. Старых ахраичных схем образования больше не будет. Они будут по инерции, но людей надо готовить и делать их гибкими и ресурсными в современных реалиях. И вот эти все старые инерции, они обуславливают как раз таки неврозы и депрессии. Люди не успевают. Хотелось бы поговорить вот про эту тему неврозы мегаполиса в этот блок. Что бы вы относите, что бы вы отнесли, какие именно состояния? Вы часть, может быть, уже перечислили, но так, если еще раз поближаться, такой обзор, что вы сами считаете неврозами мегаполиса. Переходя к вашему вопросу, что такое неврозы мегаполиса, это прежде всего вот эта суета. Суета, спешка, тревожность. Если говорить по новозоологии, то, в принципе, это вся рубрика F4. То есть это все, что… Все неврозы, вот эти, самотоформные… Да, самотоформные связаны со стрессом и самотоформные расстройства. А от агорафобии до дереализации. Но в основном это невростания, тревожно-фобические, панические, смешанные, тревожно-депрессивные, обсессивно-компульсивные расстройства психологического генеза. Прежде всего, в основном, эта тревога, причем она, знаете, как интересна Кириллу, у женщин одни неврозы мегаполиса, а у женщин другие неврозы, у мужчин другие неврозы мегаполиса. Мужчины больше озабочены успехом, больше озабочены скоростью этого успеха, репутацией, статусом или принятием решения в личной жизни, в каком-то любовном треугольнике, а женщины больше уходят в невротические расстройства из-за неопределенности в личной жизни, из-за сожаления, из-за разочарования, из-за неоправданных ожиданий или из-за очень сильной низкой самооценки, которая мешает двигаться вперед. Я могу много про это говорить, то есть отдельно и про женщин, и про мужчин. Правильно я понимаю, что вот такая актуальность развития тем эмоционального интеллекта, она связана с такими изменениями, то есть мир очень быстро меняется в мегаполисе, особенно быстро меняется, и вот те какие-то адаптивные возможности, опираясь на какие-то, может быть, установки, я не знаю, традиции, вот эта вот уже схема, она не очень работает в этом, человек начинает отставать и от темпа развития, правильно? Да, я с вами абсолютно согласен. Здесь важно обучать человека как раз гибко подстраиваться под меняющуюся реальность. Вы абсолютно правы, что убеждения и те схемы, тактики и стратегии, которые были заложены поколению 80-х, 90-х, они абсолютно не работают в 2019 году. Поэтому вот эта волна неврозов, один наш коллега на одном своем интервью много лет назад сказал, что нас спасает от девятого вала волны невротиков только отсутствие образования людей, куда надо идти с этой проблемой. У нас, психологов, психотерапевт. Да, потому что как только люди поймут, куда идти, будет такая лавина, а количество профильных специалистов в сотню раз меньше. Психологическая культура населения пока еще недостаточно высока, чтобы люди понимали. Она изменилась. Когда я уходил с работы в 2011 году с должности директора по маркетингу зоокомпании, мне крутили пальцем и виска со словами «в России нету культуры психологического консультирования, никто к тебе по скайпу ходить не будет за твои 500 рублей, ты что, шутишь?» Ну, люди были неправы. А культура растет. И я с гордостью могу сказать, что канал «Неврозный мегаполис» в Ютьюбе принес лепту развития этой культуры. И это, кстати, была одна из миссий канала. То есть я говорил, ребята, идите, ищите. А и все, куда? Куда? А у нас в городе нет. Кирилла, не представляете, сколько за последние годы я выслушал историю о том, что у нас в городе нет психотерапевтов. У нас в городе некуда идти. Причем это люди, которые не просто говорят «сиди дома», а которые объездили все местные ПНД. Нету. То есть вакуум такой, что мне когда про конкуренцию говорят, я говорю, ребят, умножьте меня на 100, не хватит. Не хватит для объема спроса. Но если говорить языком экономическим спроса предложений, абсолютно не в паритете. А что касается начала вопроса по поводу убеждений, абсолютно точно вы говорите, что вот убеждения, с которыми выросло огромное количество людей, сегодня не работают. Люди пытаются применить старую схему к современным реалиям. Я привожу на своих занятиях у студентов такую аналогию. Представьте себе первый пентиум, который вы пытаетесь загрузить в современный 1С в бухгалтерию. Что будет происходить? Это примерно то же самое. Заключится. Он будет, в лучшем случае, он будет очень медленно работать, зависать. Вам придется перезагружаться постоянно. Он не будет обрабатывать должный объем информации. Не тянет старый процессор, новые объемы информации. Не может ее расщепить. А люди не могут управлять этим процессом. Они не могут управлять эмоциями. Эмоции несут их сами. А эмоции – это предшественник наших поведений. А наше поведение – это последствия наших достижений и результатов. Поэтому эмоциональный интеллект, управление эмоциями, стрессоустойчивость – это тот профиль, которым я занимаюсь в последние годы. И все это базируется на такой псевдоправде. Это то, что можно назвать убеждениями. Алексей, наверняка у вас есть, хоть канал называется «Невроза мегаполиса», есть среди клиентов жители крупных городов, но есть, наверное, и представители так называемой провинции, обращаются периодически. В некотором смысле отличие их неврозов от городских жителей от москвичей, петербуржцев. Знаете, принято в этой теме говорить о том, что мегаполис – это стресс, потому что свет, потому что шум, потому что много рекламы. Отчасти да, но это лишь маленькая часть. Люди мегаполиса стрессируют не из-за объема шума и техногенных стрессоров, они стрессируют из-за гонки постоянной, в которой они находятся и в которой они сами приехали. Жители регионов на моих консультациях, как по скайпу, так и очно, ко мне приезжают из разных регионов люди и по скайпу занимаются онлайн, их неврозы ничем не отличаются. Разница лишь в том, что у них бывает меньше возможностей на психологическую помощь. То есть, если мы возьмем территорию Украины, то там вообще все тяжело. Если у нас тяжело, там совсем все тяжело. И рекомендация нашим коллегам – займитесь на территории Украины огромным пластом работы. Там очень много непаханого поля для развертывания большого. Там кроме гидозепама никто ничего не рекомендует. Соответственно, это первое. И у регионов, у них спрос гораздо выше и предложений еще меньше. Качественных специалистов в разы меньше. И третье – это то, что финансовая составляющая не позволяет решать невротические вопросы некоторые. То есть, убеждения и финансы иногда не позволяют решать быстро сложившиеся обстоятельства. Люди затягивают, а неврозы образуются часто из-за затягивания. Когда мы затягиваем решение, откладываем решение, не принимаем решение, жалеем, грызем кактус. Невроз может перейти в невротическое развитие. Да, развитие. Это уже за пять лет и все. Она сидит в этом маленьком уездном городе, причем она все понимает, но ничего не меняет. То есть, регионам свойственно болеть, если так можно сказать, в кавычках неврозами из-за затягивания. Потому что там же еще общественное давление чуть выше. То есть, если ты вышел в Урюпинске на одном конце города и на другом уже все узнали. В Москве абсолютно всем по барабану в этом смысле. Поэтому там еще убеждения общественные очень сильно работают. Развестись, там что-то, весь город об этом узнает. Или передумать, перехотеть, поменять профессию, да ты что, все будут говорить. Или признаться в чем-то, или быть естественным, да ты что, это вообще общественное давление. Ко мне из Чеченской республики прилетают люди, что они говорят, там я не могу об этом говорить. Причем кавказские неврозы, они тоже имеют свою особенность. Культурная особенность. Там не принято жаловаться. Там не принято с этим вообще говорить. И ребята вот из Чеченской республики, из Дагестана, кто ко мне приезжает или онлайн, это всегда про успех и про достижение. То есть я старший сын, я должен, я обязан, за мной семья, за мной фамилия, а у меня не получается. И вот тут начинается конфликт. Причем еще конфликт бывает убеждений, когда и современные ребята, и есть некие архаичные убеждения. Там есть такая тоже особенность, и с ними надо уметь работать. То есть с ними простая психологическая школа не прокатит. Их надо понимать очень хорошо. Алексей, такой вот вопрос меня в последнее время сильно волнует, общаясь с коллегами с разными. Вопрос стиля работы, вопрос стиля психологической, психотерапевтической работы. Сложно оказаться в кабинете другого коллеги и, собственно, посмотреть, увидеть своими глазами. Все-таки это такая сфера достаточно интимная наша. Ну, своими словами, вот какие принципы, какие тактики ключевые вы бы выделили в своей работе? На что вы опираетесь? Может быть, понятно, что все люди разные. Хоть и группа состояния одна, с которыми вы работаете, все равно все люди разные. Каждому человеку там свой подход нужен. Но, может быть, есть какие-то такие опорные точки ключевые? Есть. Я могу ими поделиться. Думаю, коллегам будет это интересно. Я стиль не придумывал. То есть я не продумывал никакой маркетинг, никакую рекламу. И стиль родился естественным путем. Мне кажется, он всегда рождается естественным путем. Да. Кому-то это нравится, кому-то нет. Есть только один леонс, который я бы хотел пояснить нашим зрителям. Есть фрагменты на моем канале, где я достаточно могу прямо, жестко и даже директивно. Да, кто-то меня, кстати, с Альбертом Элисом сравнивал в этом смысле, потому что Элис был достаточно таким. По-моему, кто-то в ассоциации, мы были на семинаре, они говорят, слушайте, да он как Элис, да ему еще закурить. И очень похоже, только бывает и жестче. Я тренер. Я коуч. То есть я человек, который занимается обучением людей эмоциональному интеллекту, управлению эмоциями. То есть это не про энзоксоциальную данность, где я сопереживаю, сострадаю, пропускаю через себя и своим состраданием и сочувствием поддерживаю клиента. Это немножко другая история. Это история про тренерское наставничество, как и в принципе рэпт, да, рационально-мотивно-поведенческая терапия, немножко директивная все-таки. И я следую традициям Элиса, и я достаточно бываю директивный. То есть это первый акцент стиля. Второй акцент стиля, что я могу в принципе выйти в ненормативную лексику, если только это формат вебинара. То есть на персональных занятиях очно, когда мы вот вместе с клиентом, я не думаю, что кто-то может вспомнить, чтобы я там был каким-то очень эмоциональным, экспрессивным. А вот когда это вебинар, можете представить, у вас 500 человек на вебинаре, вы никого не видите. И вы знаете, что вас смотрят 500 людей, у которых депрессия, которые погрязли в своих переживаниях. Им надо дать энергетический пинок два раза в неделю. То есть если вы видели, как работает Энтони Робинс когда-нибудь со сцены, да. А надо понимать, что когда вы работаете вот коллеги очно и по скайпу, то это один стиль. Когда вы ведете массовые вебинары, чтобы донести информацию, требуется делать очень яркие эмоциональные акценты. И у меня получается это комбинировать. Мне потом сказал один коллега, что вот Тони Робинс так работал много лет назад. Но я это делал не специально. У меня получается комбинировать в стиле юмор и жесткость. И где-то даже крепкое словцо такое русское. И вот посмеялись, поплакали, подумали, посмеялись, вот эти волны эмоциональных акцентов, они в принципе являются моим стилем. То есть я могу за словом в карман не полезть. В то же время я могу быть очень глубоким на разборах и прямо говорить полушепотом, когда человек уже плачет. У меня каждый день когда-то плачет. В то же время могу быть очень директивным. Вот прям конкретно. Возьмите в руки. Что вы делаете? То есть бывает так, что людям надо, их надо встряхнуть. Их надо встряхнуть, потому что просто вот, знаете, поглаживание терапевтическое постоянное, вот сострадающее поглаживание, они будут годами у вас засыпать в креслах, они будут платить деньги, они будут годами ходить. И это мурлыканье, под которое хочется заснуть, оно, конечно, будет их успокаивать, как такая временная инъекция. Но я тренер. Я наставник, мотиватор, учитель, если хотите, и на меня опираются, они во мне берут тот ресурс, который мне хватает. То есть вы занимаете такую более активную позицию? Да. Ведете в некотором смысле клиента? Я не веду в том концепции, в той, что я тебе говорю, куда идти и что делать. Тут надо быть профессионально оговориться, когда я понимаю, я веду с точки зрения выполнения упражнений. Ну, например, человеку с агорофобией нужно выполнять ежедневные упражнения на улице, расширяя круг своего передвижения. Без должного наставничества они не пойдут, если у них с мотивацией проблема. Или, например, человек, который должен вести дневники когнитивной терапии, диспут тренировать, тренировать вот этот вот, как я себя тревожу, как я себя злю, как я сейчас это делаю, как я сейчас это делаю. Это требует постоянного такой тренерской компетентности, что ты сегодня делал, куда ты сегодня пошел, давай рассказывай, какие будешь делать задания на неделе, какие ошибки, в чем ты ошибся, как ты себя тревожишь, как ты себя стрессируешь в чем была ошибка как ты побоялась лететь как-то себя пугала я себя пугал то есть это вот эта директивность когда мы доходим в случае например когда невротическое расстройство связано с тем что человек не может принять решение уйти не уйти пойти не пойти я никогда ему я не имею права сказать как ему поступать люди конечно подмывают к алексей а вот как не поступить игры не знаю ты должен сам решать учись принимать решение я учу людей принимать решение взвешивая определенные вот я с политиками много работаю вот особенно в прошлом году так получилось я показываю как политики принимают сложные решения как они не выгорают как бизнесмены принимают сложные решения как они не выгорают я обучаю этому но никогда не говорю куда пойти что сделать конкретно женой с мужем уйти пройти ну понятно то есть вы так русская скорее поддерживать этот процесс движения такие жизненные выборы естественно человек сам делать я поддерживаю процесс именно чтобы человек был в этом потоке внутренним а вы решение он сам найдет себе я услышал именно элиса чуть ранее называли имя курпатова правильно я понимаю что все-таки вы себя относите к когнитивно-поведенческому подходу свою свою работу больше поведенческому поведенческому без когнитивно безусловно да потому что это база то есть если брать в пропорции когнитивно я член ассоциации когнитивно-поведенческой терапии сертифицированный консультант и когнитивная часть когнитивная школа она нужна но поведенческая часть точки зрения привычек рефлексов и с точки зрения поведения а на мой взгляд все-таки сильнее с точки зрения результата потому что можно я долгое время думал что надо поменять только мышление клиентов и все изменится это было где-то году тринадцатом но поработав пару тогда лет с клиентами понял что от того что их мышление меняется без их действий ничего не будет поэтому последние три года я делаю больше акцент на действие потому что многие фобии можно убрать даже не и меняя мышление а просто контактируя системной дисенсибилизации до экспозиционным тренингом чисто поведенческим образом и многие вещи можно в том числе в самооценке и во многих вещах поменять именно тренерским кочинговым именно поведенческим экспозиционным тренингом публичные выступления но ты можешь сидеть дома на диване и говори было бы неплохо если бы я нравился всем я прекрасно понимаю что я не могу признать ваш попробовать я говорю давай десять раз сегодня выступим на этой неделе вот себя 10 публичных выступлений погнали все сила поведения и сила рефлексов она гораздо важнее чем просто некое условное мировоззрение да надо осознавать свои убеждения надо диспутировать сами установками это очень важно но эта часть действия в сегодняшнем мире они выходят на передний план причем как в концепции успеха так и в концепции терапии знаете сколько в интернете людей которые не хуже нас с вами вместе взятых могут рассказать про очень многие концепции только не с дома до сих пор не выходит рассказать могут очень много раз частая история что он все знаю все понимаю а не делаю жизнь такая остается как поэтому я больше отношу себя к когнитивно-поведенческой школе если говорить про когнитивную школу то это больше акцентуация в сторону альберта элиса в отличие от арона бека его дочери но больше мне нравится подход именно вот наставнический именно классический скинер павлов но не такой что прям я там как с мышами бегаю с ними именно тренерский наставнический подход алексей хотел бы еще об одном аспекте вас спросить касающиеся и таких культуральных движений собственно это проявлено в развитии некоторых психологических каналов ну которых сейчас достаточно много вот наблюдаю тоже траекторию коллег много говорят о сексе сексуальных разных вещах коллеги что такого в этом почему так это привлекательно почему это так людей могу поделиться секретом движет могу поделиться коллеги наши с вами получают просмотры прекрасные благодаря этой теме есть два аспекта первый аспект в том что секс это и все что с этим связано это очень кликабельный контент то есть я когда изучал этот вопрос интересуют то есть ну давайте по простому это очень большой спрос то есть они снимают видео про секс и делают какие-то зарисовки на эту тему не потому что они вот им делать нечего они там проснулись это дайте мы про это поговорим люди требуют и блогерам если мы говорим про блогеров и коллег в том числе блогеров да им приходится подстраиваться то есть спрос огромный на этот контент рождает рождает в данном случае предложение поэтому тут не надо думать что они все больные на всю голову только про секс говорят зачастую это это тенденция за спросом ну а второй аспект то что некоторые искусственно как раз таки будоражит аудиторию этими острыми темами чтобы создать интерес к собственному контенту целом если бы это просто поход по спросу либо специально зная это человек создает так называемый хайп с картины кара картинками заголовка но я вам честно могу сказать спрос вот особенно у женской аудитории очень высокий я не могу это объяснить научно не могу сказать что мы живем какой-то закрытой эпохи но спрос интереса людей к сексуальной тематике к сексуальной тематике особенно тематике мужа и жены мужчины и женщины как найти взаимодействие в сексе какие-то потери интереса какие-то внутренние развлечения правда честность как признаться как выстраивать гармонии сейчас очень большой спрос на гармоничные отношения женщины буквально толпами идут на тренинги о том как притянуть мужчину как найти мужчину это это такая современные реалии таки а вот но все-таки с чем этот спрос связано такая вот общество людей болит в этом месте хочется что-то исправить изменить или если например youtube был бы 17 веке то тоже будет тема секса набирала много просмотров фрейд же начался вот с этой темой и он подвергся большому гонению по этому поводу вообще считал что все неврозы имеют сексуальный аспект в виде подавления своей сексуальности инстинктов я думаю что да просто раньше это было больше штабуировано и фрейд как раз был таким пионером который сказал ребят кого вы обманываете давайте правда посмотрим правде в глаза конечно я не совсем с фрейдом согласен хотя я по базовому образованию психоаналитик так что он все-таки перегибал не все неврозы имеют сексуальный аспект есть многие концептуально про подавление некоторых вещей но не всегда это подавление на сексуальность есть но не все вот а что касается современных женщин вы знаете это конечно отдельная история иногда мы даже сидим и смеемся то есть люди готовы платить но у коллеги сейчас поймут не то чтобы даже за ненаучность она даже какая-то абстрактность давайте притянем к себе там миллионера разбудим себе там кого-нибудь там уже наука отдыхает в стороне на науку люди тратят мало больше любят тратить на халяву знаете вот самая кликабельная тема бесплатно быстро сама ничего не делаю на науку говорит ребят бесплатно быстро без ничего я делаю не было не но наука нам не нравится давайте вот как вот там доска мечты дайте пофантазирует надо же просто повесить доску мечтаем притянется же не надо напрягаться а мы знаем что кора головного мозга развивается только посредством решения сложных задач а люди не хотят они хотят кнопку нажать сказать сирии кто такой пушкин они не хотят пойти в библиотеку взять учебник взять колен карандашик и и развивать свою кору головного мозга там я видишь андрей владимирович курпатов очень правильно постулирует о том что деградирует информационная псевдо дебильность да это 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 атрофирование навыков конечно там какие-то навыки развиваются современном мегаполисе но в целом с точки зрения стрессоустойчивости вы не писать какой кошмар происходит это это действительно деградация мы действительно тупеем я с ним абсолютно согласен а вот но в противовес этой тенденции все-таки я думаю что мы с вами коллеги психологи призваны менять эту как-то тенденцию обращать внимание на какие-то такие движущие человека аспекта не просто чтобы человек залипал в телефоне и угасал какими навыками качествами с вашей точки зрения должен обладать современный житель мегаполиса чтобы как-то двигаться по за желательно осознанно двигаться по жизненной линии я думаю что первый навык и самый главный это гибкость это гибкость к тому что происходит вокруг него мир поменялся это постоянный шторм это неопределенность то есть это очень высокая толерантность к неопределенности очень высокая толерантность к нестабильности очень высокая толерантность к риску человек должен научиться принимать решение брать на себя риски брать на себя ответственность понимать что за него никто не сделает человек но должен еще сархаично говорю ну так просто если перечнем эти современным да он должен быть очень гибкий по ситуации его убеждения должны иметь возможность трансформироваться, исходя из тактико-стратегической задачи. Можно получить краткосрочное тактическое удовольствие, но проиграть долгую. Есть такой замечательный эксперимент научный с детишками. Детей собрали, и, если хотите, я поделюсь. И им сказали, значит, ты можешь получить одну мармеладку, а можешь подождать меня 20 минут и получить две. Семь детей из трех, из десяти не продержались дольше трех минут, когда экспериментатор уходил. Только трое смогли выдержать эксперимент. И потом этих детей исследовали в катамнезе. 30 лет. И оказалось, что те дети, которые выдержали, стали гораздо более успешными по всем параметрам. Отсюда экспериментаторы доказали, что сила воли имеет прямую корреляцию с последующими навыками и результатами. Но это так. Поэтому в современный мегаполис дальше, помимо гибкости решений, управления эмоциями, то есть это такой комплексный навык. Один выделить нельзя. Это управление эмоциями, это осознанность своих эмоций, это отсутствие ожиданий, которые мы постоянно исповедуем в окружающей среду и людей. Это умение принимать людей такими, какие они есть. Это гибкость на перестройку даже порой профессий, ниш. Возможно, это развитие личного бренда. Миром сейчас будет править личная компетентность и очень быстрая гибкость. То есть все динозавры, они сейчас будут очень сильно тонуть. Сейчас будет такая волна тревоги в мире, потому что вот эта история про роботов, я не верю, что роботы там заменят много профессий, но только, может быть, продавцов в Макданальдсе, где там просто будет аппарат какой-то выдавать тебе заказ. Но очень много, ну, бухгалтерия, может быть, электронная будет, да. Но многие профессии все-таки не умрут. Это больше страшилка такая. А вот то, что люди будут жить в очень большом информационном поле и спешке, это да. И гибкость, эмоциональный интеллект, управление собой сейчас выйдет на первый план. А у нас в стране специалистов на двух руках пересчитать можно. Так что идите учиться. Алексей, ну, вы сторонник в работе такой активной позиции, коучинговой, тренерской. Наверняка такой же подход вы применяете и по отношению к себе. Да. У вас есть практика, у вас есть канал, который вы развиваете, есть проект, о котором мы сегодня поговорили, который предстоит развивать, есть личная жизнь. Как вы этим всем управляете, как распределяете главный человеческий ресурс, время на это все. Может быть, вот об этом. Есть один секрет, если хотите, можно об этом. В последнее время очень много людей говорит про баланс. Но очень мало людей, кто правильно понимает, что это такое. Помните, у нас в старых учебниках по психологии есть колесо баланса, которое должно быть круглым, здоровье, семья, оно должно быть круглым. Везде поровну. Тогда ты, значит, у нас молодец. Но правда, заключая, это обман. Сейчас объясню, почему. Это то же самое, что слышали фразу «рыба гниет с головы». Это обман. «Рыба не гниет с головы». «Рыба гниет вся и полностью». То же самое, что если бросить лягушку в кипящую воду, она выпрыгнет, а если медленно подогревать, она сварится. Она не выпрыгнет, если вы бросите в кипящую воду. Это тоже обман. И вот эта псевдоправда, она очень сильно создает иллюзию, что ты знаешь действительность. Когда мы говорим про баланс распределения, то, о чем мы спросили, надо понимать, что одновременно ни мозг, ни центральный процессор компьютера не может делать, расщепляться на разные составляющие. Ну и только, если не с шизофренией. Да, и то там переключения идут с одной историей на другую. Баланс – это уделение времени одному важному делу. В моем случае… Единицу времени. Да. Без отвлечения на что-либо другое. Иначе КПД будет падать. И, в принципе, будет стресс нарастать. В моем случае, я не хочу никому это рекомендовать, я принял для себя четкое решение. У меня есть приоритет. У меня есть фокус. Фокус – это то, чем я занимаюсь для российской психотерапии. То, чем я занимаюсь для своих студентов, для тысячи людей, которые приходят на занятия. Это мой фокус. Это мой выбор. Я жертвую, честно могу сказать, своим, наверное, общепринятым понятием личной жизни. Но, понимаете, я такой человек, который не приходит с работы на работу. Я так живу. То есть, у меня нету рабочих дней. У меня нету… Я работаю, я не работаю. Я просто могу больше работать, а могу меньше работать. Я вот весь январь провел в Индонезии, на острове Бали. Я вел прямые трансляции. Я не работал. Я так живу. Я сейчас прилетел, у меня сейчас будут несколько онлайн-проектов, потом я опять улечу. Да, де юре – это можно назвать, конечно, работой. Но, так или иначе, я не распределяю это по разным стаканам. Единственное, что рекомендация, если вы в таком фокусе работаете, вот как я, меня спасает спорт. Спорт, а регулярное питание. Потому что для головного мозга, для того, чтобы быть в тонусе, для того, чтобы быть устойчивым, очень важно постоянно глюкоза и объем жидкости. Если вы пролетаете с нутриентами, вы начинаете больше поддаваться стрессу с физиологической точки зрения. Спорт, секс, регулярное питание. Ну и, наверное, три раза в год я могу вылететь в Индонезию и на остров Бали, потому что там просто картинка очень сильно меняет с точки зрения физиологии. То есть, когда у тебя голубое небо, зеленые пальмы, океан, влажности, жарко и постоянно смена картинки, ты очень хорошо растормаживаешься с точки зрения концентрации. Поэтому рецепт такой. Но с точки зрения личной жизни, я честно могу сказать, я сейчас фокусируюсь на своих главных проектах. Личная жизнь, она у меня есть, но она всегда стоит вторым эшелоном. Потому что я для себя понял, что я эффективен, когда я сфокусирую. Вот я сфокусирован на проекте, я сфокусирован на своей работе, я делаю хорошо. Стоит мне начать распыляться туда-сюда, я это делаю уже абы как, и мне самому некомфортно. Всему свое время. Алексей, хотелось бы, чтобы в завершении нашей сегодняшней встречи вы, может быть, поделились какими-то рекомендациями своими, собственными в адрес двух групп людей. Это первая группа клиенты, которые потенциальные, которые нас сейчас смотрят, люди, которые... Клиенты, которые имеют невротический стресс. невротический, да, люди, которые думают, как развиваться в сторону такого личного развития. И вторая группа это коллеги наши с вами, психологи, психотерапевты. Что им стоит, может быть, обратить внимание, что развивать. Давайте тогда со второго я начну. Если говорить коллегам, я бы их выделил бы в новички, и уже в практикующие специалисты. Если говорить про новичков, то от меня лично я бы вам рекомендовал не копировать никого. Постарайтесь понять, в чем ваши сильные стороны, лично ваши сильные стороны. И демонстрировать не бойтесь эти сильные стороны. Не надо писать лозунги, которых вы не оправдаете, лучше просто демонстрировать действиями фактами то, что вы можете. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь пробовать, не бойтесь критики. Очень много, кстати, коллег, начинающих, они боятся идти в публичное пространство, словами меня же заклюют. Да, будут клевать, да, будут кидаться камнями в спину, да, будут кидаться и провоцировать. Если вы через это пройдете, вы будете успешным с точки зрения популярности в профессии, если вы еще и талантливый человек. Начинающим я бы еще порекомендовал понимать, что ваши клиенты это люди, которые нуждаются в опоре на вас. И вы должны быть очень для них ресурсным. Вы должны быть для них примером, и вы должны быть для них, ну, если говорить языком психоанализа, таким вот, ну, тем самым идолом, да, которого им внутри не хватает. Это же определит вашу аудиторию, кто к вам пойдет, а кто к вам не пойдет. Но самое главное это не бояться демонстрировать свои сильные стороны. В одной книге своей Дональд Трамп много лет назад писал «Найди в чем-то сильный и делаешь хорошо и прокричи об этом на весь мир». Ну, как-то так это дословно переводилось. Что касается практикующих специалистов, наверное, здесь рекомендации давать сложно, может быть, все хорошо, но если вы чувствуете, что не хватает чего-то, не бойтесь идти вслед современным тенденциям. Не бойтесь изучать, если вам 40 лет, 45-50, не бойтесь изучать Инстаграм, где будут там сидеть 19-летние ребята, не бойтесь изучать Ютуб, не думайте, что вам там 45-50 и вы пойдете в Инстаграм или в Ютуб и все будут смеяться словами, что старый пришел, кто-то такой. Если вам есть, что сказать вашей аудитории, говорите. Давайте заполним Ютуб качественным контентом. Тогда аудитория будет уже понятна, как говорится, ху из ху. Ну и соответственно клиентам я бы порекомендовал то, о чем мы говорили, это понять, что мир поменялся и опираться только на себя. Женщинам я бы порекомендовал не ставить ставки на мужчину. Вот как бы это ни было сейчас странно, потому что мужчины поменялись, мир поменялся и все может поменяться очень быстро. И если человек, даже мужчина в том числе, будет забивать на свое образование, на свою личную компетентность девочка, например, на свое личное развитие и будет исповедовать философию я встречу мужа, который мне потом все это даст, она подписывает в данном случае контракт на невроз, потому что она будет безумно зависима. Делать ставку на себя и стоит. Ей надо, понимаете, неплохо иметь хорошего мужика, если мы говорим про женщину, но плохо быть от него зависимой. Надо понимать, что современные реалии это вы личность, которая имеет свою компетентность, умеет зарабатывать, оставить морально на ногах, и он личность, и вы взаимно дополняете друг друга. А старый мир, из которого мы ушли, он другой. Я женщина, и я значит за компетентным мужчиной. Современный мир так больше не работает, потому что все, что за кем-то, будет подвержено очень сильной тревоге, потому что этот кто-то может очень быстро раствориться. Так что опирайтесь клиента, пожалуйста, на тезис, что вам надо становиться личностями. При этом не замыкаться от мира со словами я в домике. Хороший мужчина это прекрасно, семья это прекрасно, муж это прекрасно, дети это прекрасно, но будьте самостоятельными в моральном, финансовом смысле. С точки зрения медицины, поймите, что если вы страдаете невротическим расстройством, апохондрией, ваши вегетативные симптомы и ваша тревога будет постоянно искать разные выходы. Если вы будете тратить огромное количество денег на постоянные клинические обследования, 30-я колоноскопия, 20-й гастроскоп, третий литр крови, то медицинские клиники будут только с распростертыми объятиями. Говорит, вы знаете, вот тут хлорофиллы какие-то странненькие, давайте это посмотрим, то ипохондрики это идеальный клиент для частной медицинской клиники. Поэтому поймите, что если вы прошли один раз в год хорошее, качественное медицинское обследование, ничего нету, то скорее всего мы говорим о функциональных расстройствах, которые проявляются ввиду эмоционального дисбаланса. И сделайте ставку на эмоциональную коррекцию и на анализ своих личных и профессиональных сфер жизни, где вы слишком стрессуете. Ну и последнее, это самое главное, это ваша гибкость и ваша личная ответственная за то, как вы интерпретируете события. И все в ваших руках. Алексей, ну что ж, я благодарю вас за эти слова в адрес наших зрителей, кто нас будет смотреть. Спасибо за встречу, за то, что нашли время, ответили на вопросы. Такая содержательная беседа про актуальные вопросы, то, что происходит с людьми, то, что происходит в мегаполисах, в мире. мир изменился. Это надо очень четко для себя осознать. Стабильности больше нет и не будет. Стоит гибко к нему подстраиваться, адаптироваться. Гибко и грести самому. Спасибо большое, Алексей. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие друзья, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Спасибо вам за ваше внимание и до новых встреч. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»